Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как на основе одного цветка сделать два разных цветочка. При этом вы варьируете цветочек только лишь благодаря тому, что делаете либо центральный маленький цветочек с острыми краями, либо с гладкими вот такими вот веерочком краями. И посмотрите, как различается цветок. Один получается более такой пестрый, с острыми краями, при этом я делаю центр обычно в такой цветок одну большую бусину. Либо же сделать вот такими гладкими краями веерочек, центральные листики нашего цветочка. И получается, что благодаря вот этому, скажем, круглому цветочку, красивому оформленному цветочку внутреннему, нужно будет делать и серединку более нежнее. То есть в данном случае я вам предоставляю, скажем, как вариант, три небольшие бусины по диаметру. Это и есть центр. Вот на основе одного цветка можно сделать два вот таких цветка, более прострый и более нежный. Желательно использовать пряжу мерсеризированных хлопок для того, чтобы наш цветок держал красивый объем. Если же у вас пряжа очень тонкая, такая как полушерстяная, либо акриловая, вы уже смотрите. В зависимости от этого получается цветок помягче. Я буду использовать фирму Ярн Арт серия Бегония пряжу. Вот. И в принципе покажу вам, как я буду вязать такой цветочек. Крючок я буду использовать 1,75 мм. И кому понравилось, приступаем к вязанию. Для начала нам нужно сделать движущее кольцо амигуруми. Для этого берем краешек ниточки, обхватываем два пальчика и получаем вот такую петельку. Затем захватываем рабочую ниточку и делаем закрепительную петельку. Теперь в колечко нам нужно набрать 10 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой, девятый и десятый. Все. Придерживаем крайнюю петельку и стягиваем колечко с помощью короткого краешка ниточки. У нас получилась вот такая серединка. Кружочек наш. И в первую петельку из 10 столбиков делаем соединительную петлю. Захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь две петельки на крючке. Все. Завершили наш первый ряд. Теперь нам нужно связать второй ряд. Для этого делаем в следующую петельку столбик без накида. Затем набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Получился у нас вот такой вот один лепесточек. Снова повторяем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую делаем столбик без накида. Так как у нас 10 петелек, то у нас получится 5 лепестков. Сделав 4 лепестка и 5 воздушных петелек под столбик без накида первый, делаем соединительную петлю или соединительный столбик. Тем самым закрепляем пятый лепесток. И у нас получилось вот такой петель ясничек. Теперь под каждые 5 воздушных петель, под вот эти арочки наши образовавшиеся, нам нужно связать столбик без накида. Затем делаем накид и вяжем сюда под воздушные петельки 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И сюда же столбик без накида. То есть что у нас получилось? Смотрите, мы связали столбик без накида, 7 столбиков с накидом и столбик без накида в конце. У нас получился круглый лепесточек. Если хотите сделать заостренный лепесточек, то делаем столбик без накида, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и сюда же 3 столбика с одним накидом, 1 столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Заканчиваем лепесток столбиком без накида, как и начинали. И у нас получается вот такой заостренный краешек. Какой выбирать вам лепесточек, решайте сами. Либо же делайте более нежнее, либо делайте заостренным краем. Если хотите, если у вас здесь получается вот такой вот свободный лепесточек и вам кажется, что мало столбиков, можете связать столбик без накида, 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 4 столбика с накидом и столбик без накида. Тогда лепесток получится более объемнее и туже. То есть вы делаете, если с круглыми лепесточками цветочек, то делаете столбик без накида, 7 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце столбик без накида, как и в начале. Если хотите с заостренным краешком, то делаете столбик без накида под воздушные петельки. Далее 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, сюда же, 1, 2, 3. Можете 4 столбика с одной и с другой стороны. И столбик без накида в конце. Получается вот такой заостренный лепесточек. Итак, довязываем 5 лепесточков по любому на ваш вкус выбору. Я выбрала первый способ с круглыми лепесточками. Довязав 5 лепесток, я под воздушную петлю, первую, делаю соединительный столбик. Все, как бы завершаю наш ряд с лепестками. Теперь далее, 1 воздушная петля, накид. И находим вот эту центральную петельку, которую пропускали при вывязывании лепесточков во втором ряду. Вот она у нас. Заводим крючок за работу, то есть вот так вот можете отогнуть лепесток, если вам удобно, и найти вот эту петельку. Делаем сюда столбик с накидом. Раз. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И сюда же, в эту же петельку первого столбика основания, второй столбик с накидом. То есть у нас получился под лепестком еще один лепесток. Далее, 1 воздушная петля, накид. И переходим под второй лепесток. Вот она у нас, воздушная петля по центру. Можете снова отогнуть вот так лепесточек, найти эту петельку и сделать сюда столбик с накидом. Далее, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Сюда же, в петлю основания первого столбика, делаем второй столбик с накидом. Затем воздушная петля. Накид. Переходим к третьему лепесточку. Находим центральную петельку, которую пропускали. И вяжем сюда столбик с одним накидом. Далее, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И в петлю основания первого столбика, вяжем второй столбик с накидом. 1 воздушная петля. То есть, между лепестками, делаем воздушную петлю. А далее, переходим к лепесточку. И снизу, в этот столбик свободный, вяжем столбик с накидом. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в петлю основания, делаем второй столбик с накидом. То есть, сюда же второй столбик. 1 воздушная петля. Снова доходим до следующего столбика, до лепесточка и находим центральную петельку. Вяжем сюда столбик с накидом, 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, накид и сюда же в петлю основания первого столбика вяжем второй столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю и в петельку, вот эту первую нашу, с которой мы начинали, делаем соединительный столбик. Что у нас получается? Смотрите, у нас получается тот цветочек, который был в основании и под ним, с другой стороны, получились вот такие вот снова арочки для следующих лепесточков. Арочек должно быть точно такое же количество, как и изначально связанных лепесточков. И теперь после этого переходим в каждую арочку под лепесточком. Вот она у нас, 7 воздушных петель и под них вяжем столбик без накида, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, далее 1 полустолбик с двумя накидами, делаем 2 накида и вяжем сначала 2 петельки, потом 3 петельки. Затем набираем снова 2 накида и вяжем 3 столбика с двумя накидами, сквозь 2 петли, сквозь 2 петли, первый столбик, 2 накида, сквозь 2 петли, сквозь 2 петли, рабочую ниточку и сквозь 2 петли. Это второй столбик и третий столбик, сквозь 2 петли, сквозь 2 петли и сквозь 2 петли, 3 раза. Сделали 3 столбика с двумя накидами, далее делаем 3 воздушные петли и снова 2 накида и вяжем 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, далее 2 накида, второй столбик, 2 накида, третий столбик и теперь делаем 2 накида, но полустолбик с двумя накидами. Захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь 2 петли и сквозь 3 петли. Сделали полустолбик, теперь делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик и делаем 1 столбик без накида. Первый лепесток наш окончен. У нас получился вот такой заостренный краешек, а сверху будет, смотрите, какой кругленький красивый краешек. Переходим к следующей, вот здесь вот петельки из 7 воздушных петель. И под эту арочку вяжем все то же самое, что делали только что. 1 столбик без накида, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. 1 полустолбик с двумя накидами, делаем 2 накида и пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 петли и сквозь 3 петли. Затем 2 накида делаем и вяжем 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. 3 воздушные петли и снова 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Теперь делаем полустолбик с двумя накидами, 2 накида, затем пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 петли и сквозь 3 петли. Затем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. И завершаем лепесток, как и начинали, со столбика без накида. Вот он готовый у нас и второй лепесточек нижний. Так вяжем все 5 лепесточков нижних. Связав пятый внешний лепесток, уже вырисовывается цветочек. Но и это еще не все. Нам нужно красиво сделать край последней обвязки больших лепесточков. Для этого, сделав последний столбик без накида под последний лепесток, переходим сразу же с этой стороны под столбик без накида первую петельку. И вяжем над столбиком без накида столбик без накида. И над каждым последующим столбиком, то есть в каждую петельку предыдущего ряда столбика, вяжем по столбику без накида. Абсолютно под каждую петельку. И когда дойдем до 3 воздушных петель до нашего уголочка, под 3 воздушные петли нам нужно связать 2 столбика без накида. То есть продолжаем обвязку. 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика без накида, то есть под 3 воздушные петли нам нужно будет в каждом уголке вязать 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика без накида. И дальше, когда обвязали 3 воздушные петли, переходим к боковой второй стороне и под каждую петельку продолжаем вязать по столбику без накида. Абсолютно под каждую петельку. Обвязали первый лепесточек и посмотрите, как он получается у нас ровный и завершенный. Вот, смотрите. Имеет уже красивый вид, объем и слегка, даже если вы обратите внимание, выгинается наверх. То есть он имеет завершенный красивый край по сравнению с этими лепестками. Вот так нам нужно будет обвязать каждый абсолютно лепесточек. Обвязав столбиком без накида первый лепесток, переходим к следующему. Над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем по столбику без накида в каждую петельку, которую видите. Дойдя до 3 воздушных петелек до нашего уголочка, вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика без накида сюда же под эти 2 петли оставшиеся. И теперь в каждую петельку продолжаем вязать по столбику без накида до самого-самого низа лепестка. Можете не довязать буквально одну петельку для того, чтобы сделать красивый плавный переход на следующий лепесточек. А так абсолютно подряд в каждую петельку. Дойдя до низа, переходим на третий лепесточек. К третьему лепесточку точно так же переходим столбиком без накида в первую нижнюю петельку. И в каждую петельку снова продолжаем обвязывать столбиками без накида. Вот так. И у нас столбики без накида делают такой вот красивый край каждого из лепесточков. Если вы выровняете вот так вот уже связанных 2 обработанных лепесточка, то у нас получается вот такой красивый цветочек. И дообвязывайте до конца еще наши оставшиеся 3 лепесточка. Когда обвяжете последний лепесточек, делаем соединительный столбик вот сюда в уголочек. И привытаскиваем ниточку. Все, все края обвязаны у нас. Можете слегка поподтягивать вот так вот движениями вверх каждого лепесточка. И теперь нам нужно определиться лишь только с серединкой. То есть как вы хотите оформить серединку. Два самых распространенных способа с бусинками я вам сейчас показала уже. Это либо 3 мелкие, можете 5 если еще мельче. Либо это одна большая бусинка. То есть здесь уже зависит все от вашего вкуса, насколько вы хотите, насколько вам нравится. И все, наш цветочек готов. Его лишь остается только пришить к нужному нам изделию. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. И не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.